Всем привет! В эфире Универ Ньюз. С тобой я, Диана Шилова. Сегодня в выпуске. Набережный Челнинский и Лабужский институт КФУ провел защиту обновленной стратегии развития. Динамика по привлечению иностранных студентов КФУ названа одной из лучших в России. САЕЭКО нефть укрепила свои позиции в Китае. Теперь проблемы сложнейших месторождений будут решены. 12 июня Владимир Путин вручил в Кремле академик Уран, почетному профессору Казанского федерального университета Рашиду Синяеву, государственную премию Российской Федерации за создание теории дисковой акреции вещества на черные дыре. А мы продолжаем. В набережных Челнах и в Елабуге прошла защита дорожных карт. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров выслушала директоров план мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности. Обо всех подробностях расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. 9 июня состоялась защита дорожной карты сразу в двух филиалах КФУ, Елабуги и Набережных Челнах. Кто-то быстрее движется, кто-то медленнее. Но движутся же не только российские вузы, движутся и все вузы мира. Но если сравнить по эффективности вложенных ресурсов и по динамике движения, то наш с вами университет здесь является лидером. То есть с меньшими затратами мы, в общем-то, и самые большие среди всех почти участников. Директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон озвучила план мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности Елабужского института. Как известно, основным вектором развития института является именно педагогика. На сегодняшний день в институте преподают 223 научно-педагогических сотрудника, обучаются более 4000 студентов. В 2017 году реализуется академическая мобильность студентов. Они принимают участие в различных форумах и мероприятиях, выигрывают гранты на обучение в различных университетах мира. Наиболее важным вопросом является вопрос показателей публикации научных статей в известных мировых журналах. В 2016 году от Елабужского института всего было опубликовано 108 статей в Скопос и ВОЗ. Ильшат Гафуров отметил, что необходимо увеличивать публикационную активность. Проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиулин озвучил данные общего мониторинга. И если в Елабужском институте КФУ говорили преимущественно о социально-гуманитарных направлениях, то в Набережно-Челнинском институте КФУ главный акцент ожидаемо сделали на инженерном блоке. А также участие КФУ в жизни города, где главной отраслью является машиностроение. На защите дорожной карты присутствовало руководство Казанского университета, преподаватели Набережно-Челнинского института, а также представители КАМАЗа и города Набережной Челны. Ректору Казанского университета были продемонстрированы возможности инжинирингового центра Набережной Челнинского института КФУ и результаты нескольких реализованных проектов. Очень отрадно, что на выставке здесь показали совместные работы с бизнесом, прежде всего с предприятием, который формировал и формирует Набережные Челны. Это КАМАЗ, и впервые за всю историю заключены хозяйственные договора, которые превышают 100 миллионов рублей на сегодняшний день. Это говорит о том, что все, что мы с вами делаем, стало более-менее востребовано и способствует на развитие предприятия. В своем докладе директор Набережной Челнинского института КФУ Махмуд Ганев отметил, что за последнее время полностью выполнен план по росту заработных плат. Однако рост заработных плат и возможность привлечения квалифицированных преподавателей, научных сотрудников, во многом зависит от стоимости обучения в УЗИ. И Решат Гафуров уверен, что качественное образование дешевым быть не может. Было озвучено много рекомендаций от ректора Казанского федерального университета. Необходимо уделять внимание работе субъектами малого и среднего бизнеса. Проекты, формируемые с предприятиями, должны охватывать полный производственный цикл. А инженерное направление в институте должно составлять не менее 70%. Анна Глазунова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет получил премию «Интернациализация высшего образования-2017». Премия призвана привлечь внимание профессионального сообщества и общественности к ежегодному вкладу университетов развития национального высшего образования. Формирование репутации страны на международном рынке образовательных услуг. Все подробности узнавала Аурелия Сташкова. Казанский федеральный университет получил премию «Интернациализация высшего образования-2017» по версии Ассоциации восточноевропейских университетов. Премия является ежегодным конкурсом российских университетов и вузов СНГ в области развития высшего образования без границ. Также присуждается за лучшую динамику привлечения иностранных студентов. Помимо прочего, вы знаете, что один из индикаторов успешности университета и рейтингов по КЮЭСу особенно, это значит интернациализация деятельности университета и привлечение иностранных студентов. Почему? Потому что если иностранные студенты идут в вуз, а в этом году у нас общее количество иностранных студентов 4200, а на следующий год мы стараемся выйти на цифру 5000, если они студенты иностранные идут в наш вуз и платят деньги, они значит верят в этот вуз, верят в качество образования. Напомним, на сегодня в КФУ обучается более 4000 иностранных граждан и планируется достичь цифры в 5000 человек уже в следующем учебном году. Ассоциация Восточноевропейских университетов выше всего в России оценила успехи команды Казанского федерального университета в номинации «Набор иностранных студентов». Награда в виде статуэтки диплома вручалась победителям на торжественной церемонии, которая прошла в Москве в рамках ежегодной международной конференции. Конечно, наша среда славится тем, что у нас очень толерантная, очень благоприятная среда, которая создана и коллективом университета педагогическим. И, значит, у нас масса всяких мероприятий, вы знаете, концерты, соревнования, то есть студенты не скучают. Вот сейчас мы создаем, воссоздаем клубы интернациональной дружбы, который у нас традиционно был один из лучших в России. И я уверен, что вот это начинание тоже у нас, оно получит пристальное внимание, скажем, со стороны других вузов, потому что это будет очень интересный такой проект. Перечень вузов-партнеров стратегической академической единицы «Эко-Нефть» стал еще шире. Куда совсем скоро смогут отправиться будущие геологи, нефтяники и нефтехимики узнавала Аделя Шамилова. Делегация КФУ успешно вернулась из командировки в Юго-Западный нефтяной университет, который расположен в центральной части Китая. Сотрудничество с крупнейшим нефтяным вузом было начато сравнительно недавно, но развивается оно весьма стремительно. Уже в этом году в рамках САЕКОЛ обмен студентами, то есть порядка 10 магистров второго курса с сентября месяца начнут обучаться в этом университете. Представителям КФУ выдалась возможность изучить инфраструктуру Юго-Западного нефтяного университета. Ученые КФУ детально познакомились со всеми условиями для эффективной учебы и работы. Нам там очень понравилось, инфраструктура достаточно развитая, и я думаю, этот обмен опытом будет очень полезен как магистрам, так и нам. Затем мы обсуждали ряд проектов научно-исследовательских направлений по высоковязким нефтям с данным университетом. Было достигнуто соглашение, что будут реализованы несколько проектов в 2017-2018 годах по изучению месторождения высоковязких нефтей и по внутрипластовому облагораживанию этих нефтей. На данный момент КФУ и Юго-Западный университет реализуют ряд проектов, связанных с методами увеличения нефтеотдачи. Один из них направлен на изучение механизма внутрипластового горения. Кстати, этот проект получил поддержку китайской нефтяной компании «Петра Чайна» и после лабораторных испытаний будет реализован на Карамайском месторождении, к разработке которого китайские нефтяники пригласили ученых КФУ еще осенью прошлого года. С этой компанией, с этой лабораторией мы уже взаимодействуем в рамках проведения конференции по термическим методам повышения нефтеотдачи. Сейчас мы воочию познакомились с их возможностями. Другой совместный проект с Юго-Западным нефтяным университетом касается разработки месторождения ТАХЭ. Здесь речь идет уже о разработке целого комплекса методов и технологий добычи высоковязкой нефти. Залежи нефти в нем расположены на глубине более 5000 метров. К тому же в пласте на такой глубине очень высокой температуры, достигающей 140 градусов Цельсия, что очень усложняет работу. Решить задачи с двумя сложнейшими месторождениями предстоит ученым двух крупнейших вузов Казанского федерального и Юго-Западного университетов. Стоит подчеркнуть, что применение методов и технологий, разработанных учеными КФУ на такой глубине, это своеобразно. Это были все новости на сегодня. Следите за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok